Всем привет! С вами Таня, вы смотрите канал Атмосфера Счастья. Сегодня вас ждет невероятно интересный ролик, на мой взгляд, потому что сегодня будет такая интересная распаковка. Настолько разноплановые у меня покупки, начиная от техники, но это будет распаковка Алиэкспресс, но в основном покупки все с интернет-магазина Озон. И как раз-таки там будут нереальные. Надеюсь, нереальные, потому что мы же распакуем, вы увидите мою первую реакцию. Некоторые, конечно, товары я уже брюки, например, мерила. Ну, короче, верхняя одежда, аксессуары, еда, техники, даже парфюм, который я себе приобрела. Все покажу в этом ролике. Поэтому приятного просмотра. Не забывайте оценивать и поддерживать меня пальчиками вверх, подпиской, нажимайте на колокольчик, что там еще нужно делать. В общем, все делайте. И давайте начнем. Я вам покажу все-все свои покупки. Самые маленькие мои здесь вот такие вот пакетики и покупочки. Это шапки. Шапки по 250-300 рублей. Они в разное время, по-разному стоят. Я очень часто, кстати, пользуюсь функцией на Озон. Есть такая кнопка попросить скидку у продавца. Вот такие шапки я всегда раньше заказывала на сайте SHEIN. Но так как сейчас SHEIN невозможно ничего заказать и там оплатить, оплата у меня не проходит, я думаю, ну хорошо за 280 максимум рублей, чтобы и на Озоне-то не заказать. Посмотрите, какая классная. На самом деле шапка самая. Она обычная и внутри она довольно-таки аккуратная. Здесь, конечно же, нет никакого подклада. Но все подобные шапки, я думаю, если вы покупали, они все так выглядят и изнутри, и снаружи. Она, кстати говоря, изготовлена в России. Даже это не китайская шапка. 80% хлопка, 20% полиэстер сделано в России. Как я говорила, стирать при 30 градусах. Обязательно соблюдайте все эти режимы и рекомендации производителя. Тогда у вас шапка будет как можно дольше служить. Вот эта шапка идет на размер от 50 до 58. На мой взгляд, это потрясающее соотношение цена-качество. Потому что шапка точно стоила меньше 300 рублей. И я за нее заплатила. И самое классное, это то, что эта шапка, вот по той ссылке, которую я вам оставлю, если она еще не сгорела, и они есть в наличии, шапки были разных оттенков. Начиная от неоново-зеленого цвета, заканчивая там неоново-розовым оттенками. И серый, и бежевый, и светло-серый, и темно-серый, и темно-темно-темно-серый. Ну, короче, заглядение просто за такую цену. Теперь давайте сразу раскроем вторую шапочку. Я ножницы забыла. Придется вот прям вот так вот кромцать. Эта шапочка у меня должна быть розовая. Нежно-розового цвета. Да, она именно такая. Сейчас раскрою все. Ой, какая же она классная. Как она мне нравится. Она тоже большая по размеру. По размерам, кстати, они абсолютно одинаковые, идентичны. Посмотрите. У этого производителя, у этого магазина розовых оттенков было точно несколько. Фуксия была, еще какой-то нежно-розовый цвет. И я вот выбрала такой специально для того, чтобы со своим новым костюмом, с новой курточкой носить. Мне очень нравится. Конечно, имейте в виду, что это не зимняя шапочка. Я, например, такие трикотажные шапки начинаю носить уже с сентября, когда прохладно становится, ветерочек появляется, 15 градусов, все, у меня уши мерзнут. Я всегда хожу в шапки и берегу свою голову. Но зато зимой мне в таких шапках тоже комфортно. В прошлом году у нас вообще очень была мягкая зима. И даже в теплой зимней шапке у меня голова постоянно потела, мне было некомфортно. Поэтому я переходила периодически на вот такие вот трикотажные. Она тоже очень аккуратненькая, классно выполнена. Поэтому прям моя искренняя рекомендация этих шапок. И самое интересное, у этого поставщика шапки в зависимости от оттенка, они имеют разную стоимость. Хотя качество у них абсолютно одинаковое. Так что имейте в виду. Ну давайте еще последний пакетик достану, потом снова перейдем к покупкам Азон уже после распаковки Алиэкспресс. Вот, это чудо-банка. Как же я ее ждала. Наверное, в третий раз заказываю себе вот эту банку орехов. Именно эту смесь, именно от этого производителя. Потому что орехи здесь действительно очень качественные. Упаковали, кстати говоря, в этот раз пупырчатую такую пленку. Очень хорошо. И эти орехи наверняка вы уже неоднократно видели в моих роликах. Если смотрите все мои распаковки, это орех Бери. Я с ними абсолютно не сотрудничаю. Вы просто вот посмотрите, как можно их попробовать и потом не покупать. Настолько качественные орехи. Настолько они идеальные. Они такие отборные. Они такие вкусные. И всегда себе покупаю именно сырые орехи. Потому что жареные орехи, они практически никакой пользы организму не приносят. Если вы хотите именно в качестве полезного перекуса орешки использовать, покупайте сырые орехи. И еще очень важный момент, это, конечно же, обработка орехов. Их не просто нужно помыть. Орехи нужно обязательно, ну, так скажем, да, активировать. Для того, чтобы они легче усваивались организмом. И для того, чтобы избавиться от фитиновой, если я не ошибаюсь, кислоты, от ингибиторов, короче говоря. Их нужно обязательно замачивать. Причем разные виды орехов нужно замачивать разное время. Ну, я обычно кладу, например, на ночь, а утром уже могу есть все эти орешки. По-моему, миндаль до 12 часов, кешью там 5-6 часов. Ну, разное. Можно найти эту информацию в интернете. Поэтому обязательно имейте в виду. Конкретно эта смесь как раз-таки именно сырая. Здесь не присутствует арахис. Я арахис очень редко сейчас ем. Здесь кешью сырой, миндаль сырой, фундук сырой, грецкий орех очищенный. Следующее как раз-таки то, что я вам покажу, это распаковка Алиэкспресса. Абсолютно каждому человеку, абсолютно искренне, я просто от всей души желаю, чтобы в вашей жизни появился вот такой, такой же, либо другой, я не знаю. Я вам буду сейчас показывать, конечно же, свой робот-мойщик для окон. Это настолько нужная, необходимая вещь, особенно если вы боитесь высоты, как я, например, в детской комнате не мыла у Сони окно еще с прошлой весны, наверное. А мужу все было некогда, потому что окна у нас, например, на лоджии моет только он, потому что я очень боюсь высоты. И как раз-таки вот дочки мои закрываются все окна, мы туда поставили замки, и все некогда-некогда-некогда было, и так и у нас это грязное окно осталось. Вы такое грязное окно, наверное, никогда в жизни не видели. И вот этот робот-мойщик окон от бренда For Real, который я заказала на Алиэкспресс, он довольно бюджетный. Он настолько круто отмыл вот это глухое окно, которое я всегда боюсь мыть. Этот робот-мойщик окон приходит в полной комплектации, есть все необходимое для того, чтобы сразу начать им пользоваться. Он приходит в собранном виде, даже вот эти тряпочки из микрофибра, они уже были у меня вставлены. В комплекте идет страховочная веревка, 10-метровая, и его нужно, этот трос, использовать. Кстати, да, карабин здесь идет сразу металлический, очень тоже крепкий. Я привязывала к батарее, когда я мыла именно внешние окна, конечно, когда мыла с внутренней стороны, либо на балконе, вот лоджию, я даже никуда не привязывала, потому что он у меня за все время использования, я уже столько окон перемыла, он у меня ни разу еще не падал. Я и зеркала, и на кафеле его использовала, даже на двери. Он работает не только на зеркалах, не только на окнах, на всех прямых поверхностях. Ну и после того, как я закрутила вот этот металлический шуруп, это на самом деле удлинитель, он тоже очень-очень длинный. Далее здесь сам аккумулятор еще идет, работает он от сети, все это здесь присоединяется, подключается. Инструкция здесь присутствует, она полностью на английском языке, но здесь есть картинки, и даже по картинкам все понятно. Здесь есть кнопочка запуска, что он будет работать в автоматическом режиме, но насколько удобно работать с пультом, когда вы увидели, что где-то что-то не домылось, можно вернуть вот этого робота-мойщика к этому месту, и там дополнительно еще промыть. Здесь есть автоматический режим, также есть кнопка паузы, есть кнопка стоп, вправо, влево, вверх, вниз. Очень удобно, что после завершения работы и уборки, этот робот-мойщик окон, он возвращается в то место, где вы его устанавливали. Также еще в стандартный набор входят дополнительные наборы тряпок. Здесь еще два набора дополнительных, помимо тех, которые идут сразу в мопе. Чуть не забыла вам показать, еще в комплекте идет вот такая вот замечательная баночка, бутылочка, я сначала думала, ну, бутылочка и бутылочка, у меня есть уже средства с распылителем, но мистер Пропер, например, распыляет струйкой, а вот этот распыляет микрооблаком. Следующий супер важный момент, кстати, про который я тоже не сказала, что мне доставили моего робота-мойщика именно на дом, курьер мне привез уже на третий день после оформления заказа с Алиэкспресс. Склад у них, по-моему, в Москве, ну, по крайней мере, мне из Москвы отправили, поэтому тоже получите его очень быстро. И мне кажется, что это идеальный подарок будет вообще любой женщине, любой хозяйке, особенно если у вас есть бабушки, дедушки, кому сложно, да, осуществлять такую работу, окна мыть, особенно внешние окна. А можно вообще скинуться и всей семье купить, докупать только вот эти тряпки, чтобы у всех отдельно были. Ну, в общем, да, если вы человек экономный, можно скинуться и на всю семью только один купить. Ссылку я вам обязательно оставлю на продавца. И также еще, если вдруг мне предоставят промокод, я у них попрошу какой-нибудь для вас, тоже обязательно внизу оставлю в инфобоксе, так что переходите, заказывайте, если вам понравился он. Ну, а теперь я вам покажу уже верхнюю одежду с озона. Посмотрите, вот в таком виде мне пришли мои брюки. Я их планирую носить, уже начать носить в ноябре где-то и носить всю зиму, потому что, надеюсь, минус 40 у нас в этом году не будет. Последние годы очень теплая зима, но в любом случае, когда ветры, когда вроде бы и тепло, и температура не очень низкая, но ветер пронизывающий, очень тяжело ходить в джинсах даже на термобелье. Поэтому я себе заказала вот такие вот непродуваемые брюки, нежно-голубого цвета, насколько мне эти брюки понравились. Я их уже примеряла, и я себе выбрала 42 размер. Они мне идеально, на мой взгляд, подошли. Посадка у них средняя, они идут с начесом, вот такие вот это начес из полиэстера. Это не хлопковая ткань, но зато это и хорошо, потому что будет очень тепло. Где-то до, наверное, колен идет вот этот начес, а далее ткань обычной, вот полиэстер такой гладенький, для того, чтобы легко было надевать, легко снимать. Ну, здесь все такое стандартное. Очень простая и очень понятная модель брюки. Здесь самые обычные штанины, видите, прямая, не зауженная, безо всяких тут резиночек. Мне кажется, будет суперкомфортно вообще зимой. Опять-таки, у продавца было несколько вариантов расцветок. Я выбрала такой нежно-голубой. Есть один отражатель, посмотрите, с левой стороны. И, в принципе, все здесь больше. Ничего, наверное, примечательного. Самые обычные брюки. Я их купила за полторы тысячи рублей. Представляете, полторы тысячи. Такие классные брюки. Я, конечно, вообще в восторге. Сразу их примерила, открыла, как только получила, потому что боялась, что не подойдут. Буду делать возврат. Но думаю, какой возврат вообще? Теперь куртка. Куртку, как вы видите, я еще не распаковывала, потому что я подумала, ну, куртка-то мне точно подойдет. Возвращать вряд ли я буду. Надеюсь, все нормально будет там с качеством. Давайте посмотрим. Вау! О, бана! Какой шикарный! Какой красивый оттенок! Вот как я и хотела, чтобы было, чтобы что-то было прямо яркое-яркое. Потому что надоели мне уже бежевые, серые, какие еще там песочные оттенки, черные куртки. А мне на самом деле, вот если взять все мои курточки, всю мою верхнюю одежду, все в каких-то спокойных тонах, все такое прямо, знаете, одежда серой мышки. Я думаю, Таня, возьми себе что-то яркое, ни в коем случае не серое, не бежевое. Да, я прекрасно понимаю, что базовые оттенки обязательно должны быть, по крайней мере, у меня я сама очень люблю. И бежевые оттенки, и серые оттенки в одежде, и черные оттенки в верхней одежде. Особенно осенью. Но здесь во мне проснулся бунтарь, и я решила себе заказать вот что-то прям такое супер-супер яркое. Я человек, который не любит, сначала смотрела комбинезоны. Расскажу, почему я вообще заказала все по отдельности, и почему я заказала специально разных оттенков. Я сделала это намеренно. Потому что вот такие вот комбинезоны, а-ля костюмчики, когда все голубенькое, начиная там с шапки, заканчивая шарфик, варежки, штанишки, все в одном оттенке, для меня это, ну, как говорится, too much, для меня это слишком. Поэтому я подумала, что наоборот будет классно, если это будут разные оттенки голубого, например, а аксессуары, типа шапка, варежки, шарфики, я это все могу менять, и нейтральные у меня есть оттенки, и бежевые, и серые, и черные шапки. Вот еще розовую шапку себе заказала, мне кажется, это будет очень прикольно. Ну и самая барбанная дробь сейчас, тра-та-та-та-та-та-та. Вы знаете, сколько стоила эта куртка? 2 300 рублей, или 2 200 рублей. Я вообще, я когда мужу сказал, он говорит, а что такие цены еще есть? Вообще, можно куртку за 2 000 рублей купить? Давайте посмотрим. Я постараюсь, конечно, раскрыть все аккуратненько, показать вам, потому что мало ли придется возвращать, но я уже вижу, что я это возвращать не буду, у меня даже глаза загорелись, посмотрите, просто нереально красивый цвет, какой же ярко-голубой оттенок, он такой насыщенный, и он, кстати, у него настолько приятный материал, не сильно шуршащий, возможно, на морозе, конечно, будет шуршать, но сильно, если будет мороз, понятно, что я не буду в такой тоненькой куртке ходить, я буду ходить в чем? В шубе, все правильно, в теплой шубке, а та курточка мне очень нравится, обязательно вам устрою примерку, молния здесь не двухсторонняя, хотя здесь курточка не длинная, это не пуховец, поэтому не критично, обычная молния, удобная, ничего не заедает, внутри подклад более, уже более тонкий, более, кстати говоря, шуршащий, и мне, кстати, знаете, что нравится, что внешняя ткань, она не блестит, и бывает баллоневая ткань, она разная, иногда бывает, что она так блестит некрасиво, каким-то дешевым блеском, а вот эта прям ткань очень приятная, она даже свет сейчас не отсвечивает к вам, потому что у меня здесь супер яркий свет стоит за вами, она немножко даже поглощает этот свет, мне очень нравится, карманы здесь, ну, само, ой, кстати, они глубокие, не самообычные, давайте попробую положить туда телефон, у меня телефон здесь в этом кармане исчез, еще очень много места осталось, кстати, может быть, и телефон туда буду класть, просто сделаю здесь, как они называются, кнопки, да, это будет очень удобно, ну, и также, я считаю, очень большой плюс, то, что внизу идет здесь резинка, которую можно немножко затянуть и подтянуть, по-моему, это просто потрясающе, посмотрите, мне все идеально подошло, и рукава идеально подошли, и вы знаете, вот эта модель, я ее выбрала без капюшона, специально для того, чтобы наматывать красивые мои шарфики, у меня так много их, а я очень люблю, когда объемный шарф, и мне всегда мешают эти капюшоны, у меня все куртки с капюшонами практически, поэтому я решила эту куртку выбрать, без капюшона, она немножко оверсайз, 42 размер, на супер толстую, такую объемную толстовку, сел вообще, смотрите, еще сколько места у меня осталось, у меня куча толстовок, я обожаю их носить, особенно вот в такое холодное время года, и я очень люблю именно вытаскивать всегда капюшон, здесь ничего не будет мешать, пишите в комментариях, как вам, и эта куртка, эта модель есть также и с капюшоном, есть еще и в других оттенках, с капюшоном стоит куртка чуть-чуть дороже, может там на 200 рублей или 300 рублей, вот такие шикарные покупки, шикарная куртка, ну и конечно же такая шикарная, и я должна чем-то супер шикарным пахнуть, я себе купила новый аромат, это бренд Каджал, аромат называется Дахаб, в переводе с арабского золота, это не арабская парфюмерия, как многие считают, и есть такое заблуждение, производятся все ароматы бренда Каджал, именно во Франции, тоже проверяла на честном знаке, ну и в принципе я в магазине не сомневаюсь, потому что я в этом магазине покупаю ароматы, но я вам оставлю ссылку, я не помню просто как магазин называется, либо аромабутик, скорее всего аромабутик, и у меня там есть тоже персональный промокод, это не реклама, мне просто дают промокод этот, то ли 5%, то ли 7% тоже, ну в общем эту информацию внизу в инфобоксе вы найдете, я заказала в аромабутик, потому что там этот аромат стоил дешевле, чем например в рандеву, рандеву я тоже интернет-магазин обожаю, я с ним и сотрудничаю, и как раз почему я заказала себе вообще этот аромат, откуда я про него узнала, в сервисе аромабокс от рандеву, мне попалась миниатюра, и реально я не могла в первую ночь уснуть, вдыхала этот аромат, ощущала его от своих волос, это фруктово-мускусный аромат, но мускус здесь настолько, настолько приятный, он настолько украшает эту фруктовую композицию, настолько утонченный, настолько приятный, настолько манящий, настолько сладкий этот аромат, именно фруктовая сладость манго, которая немножко приглушается, и немножко уравновешивается свежими нотками, И зеленого яблока сорта Грэнни Смит. И также вот мускус я в нем ощущаю. Это самые такие основные ноты. Иногда я слышу в этих переливах аромата еще какие-то разные тропические фрукты, которые мне просто даже не знакомы, с которыми я никогда не пробовала. Это невероятно приятный для меня аромат. Я вообще просто балдею от него. Готова реально петь дифирамбу, потому что настолько он мне нравится, что вот представляете, я не могла вообще. Я его купила сразу же, как только протестила, уже на следующий день. Ну и оформление, конечно, шикарнейшее. И у меня установлено приложение Честный Знак. Прежде чем получить, я в боксбере получала, я сразу по штрих-коду проверила, что там высвечивается, там все нормально. Ну и, конечно, даже по стойкости аромата, по качеству звучания аромата, по качеству футляра оформления и вот этой вот крышечки, кстати, здесь выгравировано, по-моему, слово золото, если я не ошибаюсь. Конечно, как будто я где-то это слышала или прочитала. Все, рассказала про свой любимый аромат, в общем, делюсь. Ну вот, насколько у меня много ароматов, ну как много, для обычного человека много. Но все равно рука тянется все время к дыхам. Все время хочется пользоваться именно им. И я даже на ночь наношу этот аромат на себя. Вот так вот я скажу. Это как у Мэрилин Монро спрашивали, в чем она ложится спать, имея в виду, да, нижнее белье, без нижнего белья, там сорочка, не сорочка. А она ответила Шанель номер 5. Теперь давайте смотреть дальше мои покупки. И это уже будет еда, это снова покупки Озон. Вообще, самые мои любимые батончики. Это опять-таки, к сожалению, не реклама, но я постоянно их покупаю. Ну как постоянно? Как заканчиваются покупаю? Но я всегда беру именно такие большие наборы, где идут ассорти 30 штук по 40 грамм. И хватает, конечно, надолго. Осталось здесь всего лишь 4 батончика. Здесь кокос, банановый пудинг и малина остались. А вот фисташка и лесной орех у меня вообще самые первые всегда улетают. Их здесь было реально 30 штук. Если вы хоть чуть-чуть обращаете внимание на белок, на вот это соотношение белка, жиров и углеводов. Раньше я просто столько углеводов ела, причем простых углеводов, а не сложных. Это преобладали именно углеводы в моем рационе. Сейчас я стараюсь, конечно, добирать белки. В том числе и с такими вот батончиками протеиновыми. Также еще протеиновые печенья я раньше всегда покупала. И потом я решила попробовать заказать смесь. Что я могу сказать? Нереально вкусно. Поэтому не рекомендую. Это действительно супер вкусно. Я уже выкладывала тоже в своих сторисах. Я сюда добавляла. Я вообще всегда люблю менять рецепты. Никогда не готовлю по тем рецептам, которые указаны на упаковке от производителя. Готовила два раза. У меня первый раз где-то шесть, по-моему, печешек получилось. Второй раз восемь. Я добавляла первый раз яблоки, второй раз морковь. И всегда добавляю меньше масла, чем здесь указал производитель. И больше воды, наверное, раза в два с половиной. И получается мега просто вкусно. Потом еще от этого же производителя, смотрите, я даже еще не открывала. Безе без сахара. Очень были крутые отзывы. И очень говорят, что вкусно, здорово получается. Конечно же, все это без сахара. Я сахар продолжаю не есть уже который год. И здесь 0 грамм жиров без сахара. 63 килокалории всего лишь. Представляете, в порции 5 грамм белка в порции. Отлично просто. И состав тоже отличный. Ну и в принципе у всех этих смесей, которые я вам сейчас показываю, у них отличный состав. И вот здесь я еще показываю вам протеиновый бисквитный рулет. Я тоже могу его порекомендовать. 180 грамм хватит где-то, наверное, на 5-6 раз. Я готовила себе уже вот такой шоколадный рулет. Он идет без сахара, с большим количеством протеина. Вот этой упаковки именно протеиновое печенье шоколадное хватает всего лишь на 2 раза. Потому что в один раз нужно 100 грамм использовать. Не очень выгодно, возможно, получается. А вот этот уже на дольше хватит. Раз в неделю готовить себе в выходные какие-то вкусные десертики. Просто супер. Ну и наконец-то последнее. То, что я вам покажу. Опять-таки то, что я заказала на Озон. Раньше я всегда покупала варенье без сахара, джем без сахара на iHerb. Так как с iHerb сейчас доставки нет, выкручиваемся Озоном. Придумываем тут. Одну банку я уже, кстати говоря, съела. Ну мне девочки мои, конечно же, тоже помогли. Отличнейший состав. Джем лесные ягоды без добавления сахара. Не стилиризованный. Всего 15,8 грамм углеводов. Целой банки у него очень низкая калорийность. Здесь действительно, я вот сейчас даже найду. Не поленюсь. Углеводов всего лишь 8,8 грамм. Представляете, как это мало для варенья, для джема. И состав у него просто суперский. Ягоды быстро замороженные. Клюква, брусника, малина, клубника, черника. Вода питьевая. Подсластитель эритрит. Причем эритрит это самый классный подсластитель, который идет 0 калорий. Который не повышает. По-моему, у него гликемический индекс тоже очень низкий. Он не повышает, там не скачет сахар в крови. Потом яблоки, инулин, загуститель пектинный, регулятор кислотности, кислота лимонная. Загуститель ксантовая камень. Ну и на последнем месте подсластитель сахаринат натрия. Вот этот подсластитель я уже не знаю. Ну а эритрит и эритритол я покупала и иногда тоже добавляла себе в десерты, когда хотелось сладкого. Но чтобы было это без вреда для здоровья и для фигуры. И здесь энергетическая ценность на 100 грамм всего лишь 49 килокалорий. Это очень мало. Джем приятный по консистенции. Ну давайте я открою и покажу вам. Потому что все равно я уже его начну есть. И кстати, когда я готовила вот этот протеиновый рулет, я его заправляла как раз таки джемом лесные ягоды. Для меня это было очень вкусно. Я оставила пропитываться на всю ночь в холодильник. И это реально было вкусно. Это супер низкокалорийно и высокобелково. Конечно, это не то же самое, что вы пойдете в магазин и купите бисквитный рулет с вареной сгущенкой. Да, это не так будет сладко, не такой яркий, возможно, насыщенный вкус. Но вот для меня это вкусно. Если вы тоже что-то такое искали, вот, можете присмотреться. Тоже ссылки я вам оставлю. И я уже показала, да, вот я заказала сразу 4 здесь упаковки. И я заказала сразу 4 банки, потому что так просто тупо было дешевле. Я понимала, что вот одной баночки мне не хватит. Все, я все вам показала. Я надеюсь, что вам этот ролик понравился. Столько много всего я вам показала. Столько интересных, по-моему, находок. А вы обязательно делитесь в комментариях, что вам понравилось, что вы присмотрели. И на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого наилучшего, приятных, выгодных покупок, красивой, что красиво. Красивой одежды, красивой души, красивого тела, вкусной еды, вкусных, приятных ароматов, чистых стекол. И всего самого наилучшего и самое главное крепкого, крепкого здоровья. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч.